Меня зовут Кирилл Мартынов, я философ. В руках у меня книга замечательного философа-классика Рональда Дворкина, она называется «Империя права». Эта книга совершенно всем необходима, кто пытается понять вопрос о том, как право работает. У нас до последнего времени работы Дворкины были малоизвестны даже специалистам, и на русский язык эту книгу в России издал институт Гайдара. Это очень крутая, сильная работа. Я рад, кстати, отметить, что здесь мой друг и коллега Александр Павлов, один из научных редакторов этой работы. Значит, что это за книга? В философии права есть основной вопрос, что такое право, откуда правовые нормы вообще берутся, почему мы им доверяем, чем отличаются хорошие правовые нормы от плохих, и как все это работает. Это прямо очень сильно, это на самом деле одна из наиболее прикладных, мне кажется, вообще вещей философии, откуда юридические нормы, которым мы все подчиняемся, иногда их нарушаем или оспариваем по этическим причинам, например, откуда все это берется, как это существует. Вот в англоязычном контексте существует очень сильная, мощная дискуссия по поводу природы права. В этой дискуссии участвуют достаточно много персонажей, в том числе классических авторов, но самый топ из них это два. Это Герберт Харт, глава школы такого легального правового позитивизма, и он написал понятие право в 61-м году, эта работа переведена на русский язык. И вот Рональд Дворкин, который в 86-м году пишет империю права, ответ на работу Харта, критику своего учителя, Дворкин у Харта как раз учился, это попытка построить право на других принципах. Вот эта дискуссия, она немного напоминает дискуссию между Хартом и Дворкиным, она по своей значимости немного напоминает дискуссию между Ролзом и Нозиком в политической философии. Тоже два мыслителя центральных, 60-е и 70-е, вот в случае с Дворкиным, 80-е годы, спорят о понятии справедливости. Здесь два философа спорят о том, откуда берутся правовые нормы. Ну и что Дворкин говорит? Он использует такой классический мысленный эксперимент или образ, просто вводит так называемую судью Геркулеса. Судья Геркулеса такой воображаемый персонаж, который, во-первых, абсолютно компетентен во всех правовых вопросах, то есть он знает право самым наилучшим образом. Во-вторых, судья Геркулеса имеет бесконечное количество времени на вынесение наиболее тщательного, взвешенного, справедливого и корректного юридического решения. И вот тезис Дворкина заключается в том, что в принципе, первый его тезис заключается в том, что в принципе такие наилучшие решения в праве можно достигать. То есть причина, почему человеческое право не идеально, просто потому что мы не всегда знаем все факты и все нормы, и у нас недостаточно времени, мы торопимся. Но вот если бы у нас был бы судья Геркулес, он мог бы выносить такие корректные правовые решения, в отношении которых мы были бы уверены, что они являются наилучшими. Это можно доказывать. И второй тезис Дворкина заключается в том, что на самом деле право очень тесно связаны не только с этикой, как это обычно обсуждается в теории естественного права, но и с политикой, с политическими ценностями, с жизнью обществом. И поэтому изучение философии права связано с политической теорией, с одной стороны, нормативной политической теорией в том числе, а с другой стороны с социологией. Собственно, империя права — это там, где право существует и действует, там, где оно определяет какие-то важные константы. И вот эта империя распространяется за пределы юриспруденции в узком смысле слова. И поэтому все должны изучать философию права с точки зрения Дворкина. Не только потому, что это касается того, как мы общаемся друг с другом, но еще и потому, что это оказывает сильнейшее влияние на социальные науки. Субтитры создавал DimaTorzok